добрый день вы смотрите открытую студию где пройти обучение картам тарола для себя либо в качестве дополнительного источника дохода поговорим сегодня и у нас в гостях психолог астролог и таролог ирина абрамова приветствую ирина предлагаю напомнить нашим зрителям что такое таропсихология таропсихология себя совмещать здесь два слова до тарой и психология так как я являюсь и психологом и тарологом я просто совместила две две философии в одну вот и все секрета для чего обучаться 2 ну во-первых самая такая наверное первая причина когда человек сам может себе помочь да потому что прибегать к специалистам да это хорошо но не всегда на это есть и время и деньги и даже тоже доверие а когда человек может это делать сам да так сказать проявлять некую самостоятельность зачем кого-то об этом просить когда можно самому во всем разобраться было бы желание но и соответственно как еще плюс ко всему это дополнительный заработок для человека а для кого-то он станет и основным заработком здесь зависит именно от движения и желание ну человека который пройдет курс проходит курс чего бы вы порекомендовали начать изучение таро это наверное знаете как это должен быть изначально интерес то есть просто прийти чтобы убедиться в том что работает он не работает а буду я не буду нет возможно такие люди тоже есть которые берут знания а потом складывать в коробочку и думают о том что ну когда-нибудь будет возможность обязательно этим воспользуюсь но навык он может пропасть да когда человек там научился шить и не шьет навык со временем он пропадает так и здесь человек должен проявить интерес внутри себя и просто выбрать специалиста или того мастера как которому он хотел бы прийти на обучение как вы решили создать свой обучающий курс и для кого он подойдет ну я хочу конечно немножечко по ответить но это получится некое такое лукавство я когда проходила курс по астрологии у одного замечательного специалиста она сказала ир давай ты попробуешь создать что-то свое но это не конкретно было мне адресом данных принципе всех девочек как стимулировал для создания своего продукта и она подумай о том что тебя же есть старую тебя есть психология попробую это как-то совместить и сделать уникальный продукт в принципе это была ее подача с ее так сказать легкой руки или ее подачи я эту идею за нее ухватилась и стала уже ее именно из идеи переводить но в некий такой реализационный момент некую такую реализацию поэтому благодаря насти все что у меня получилось это была ее легкая такая подача я может быть к ней сама когда-нибудь пришла но это вопрос времени а человек подсказал этим воспользовалась каком формате проходит обучение и сколько времени занимает проходит она проходит курс на данный момент формате telegram чат и туда мы пересылаем видео с youtube канала до которые мы записываем наша девочка их технически обрабатывает и уже в таком готовом виде сбрасываем непосредственно студентам они смотрят задают вопросы мы обсуждаем с периодичностью выкладываются расклады которые мы также разбираем а впоследствии конечно у меня есть идея для того чтобы создать геткурс но это немножечко чуть позже а сейчас это именно ютюбовские лекции занимает это два месяца два два с половиной месяца потому что были праздники соответственно немножечко так это все подрастянулось но до мы начали девятнадцатого ноября и я думаю что до конца января не думаю я в этом время мы закончим именно который сейчас у меня идет это именно группа группа занимается не индивидуально именно несколько человек набираются и они в формате общего общения проходят навыки да да на данный момент вот первого потока набрал 10 человек все люди подобрались и ну я не могу сказать что совсем нулевыми знаниями да потому что среди них есть астрологи среди них есть психологи среди них есть нумерологи то есть это люди которые имели уже какие-то знания но это не означает что на курс на таро нужно приходить именно с такими знаниями нет просто карты таро для них более легче открывали что я могу это так сказать но повторюсь это не является никаким камнем преткновения для совершенно тех людей которые не посвящены но в данной философии да по тем или иным углом должны ли быть какие-то определенные а внутренние черты или какая-то особая интуиция чтобы работать старой либо не принципиально вы знаете человек так устроиться в принципе от его желания зависит то что куда направляет человек свой фокус внимания или какое желание внутри себя загадал но желание то то что она может осуществиться может не осуществиться но если человек прикладывает но максимум своих усилий до для слушает лекции выполняет то что я как бы прошу до расклады начинает уже практиковать это с другими людьми то интуиция это тоже ее можно наработать то есть это не означает что должен быть очень интуитивный человек например я по своему складу вообще большой скептик но тем не менее это мне абсолютно не мешает есть скептицизм который я применяю в жизни да он где-то мне помогает а второй или в астрологии он мне абсолютно не мешает потому что здесь у меня уже на работа на интуиция она наработалась в прошедшую работа с людьми именно что принципиально отличает программу вашего курса вы знаете да действительно как бы своих коллег и не хочу называть конкурентами потому что ни с кем не конкурирую у каждого мастера у него свои люди и каждому специалисту придут именно те люди которые по его энергетике по тому как человек дает доносит информацию до людей программа курса она не совсем отличается от других коллег да это также разбор старших арканов младших арканов младших карта рода в принципе одно и то же но я повторю здесь именно наверное в искусстве донесения информации и само от самой энергетики человека то есть я когда допустим куда-то иду учиться да я постоянно хожу сама на какие-то курсы тренинги повышения или квалификации или что-то то что уже я изучила например психологию но все равно я хожу к своему мастеру где я совершенствуюсь но я иду на энергетику мне нравится как человек доносит информацию то среди там тысячи специалистов я для себя ее выбрала и именно на энергетику человека я иду я думаю что и ко мне люди подбираются именно идя на энергетику какие навыки и знания получают те кто его прошли ну во всяком случае себя себе сделать какой-то знаете вот себе делать я своим студентам говорю сейчас немножко буду противоречить сама себе да своим студентам я говорю что всегда когда себе делаешь не всегда получается такой качественный расклад потому что свои чувства не передаются картам если по априори хочу увидеть какой-то результат и выпадает что-то ну другое противоречущее моим желаниям да во мне поднимаются вот эти вот эмоции но я же тоже человек да я имею на них право и иногда так нет это мне не подходит поэтому я думаю что здесь скажем так друзьям подругам родственникам точно можно будет делать потому что вопросы они знаете как когда узнают друзья ну не друзья а родственники кто чем занимается ой да ты что да вообще ты зачем это стала делать а проходит какое-то время слушаю ну сделай мне расклад посмотри вот у меня я сейчас вопрос посмотри пожалуйста все таки мне интересно поэтому друзьям родственникам товарищем запросто запросто могут делать при том что уже где-то начиная со середины курса я повторюсь я учу не столько учить карты знаете когда я создавала 1 поток у меня были лозунги я вас научу я все сейчас я поняла никого ничего не учу именно столько мой инсайт понравился самой что я поняла что я ничего не учу я открываю у людей у людей то что у них уже это есть знаете как и метафорически вот дверь на ней есть замок а я просто подбираю ключ которым этот замок можно открыть и человек эти знания не настолько у него поднимается как-то у самого из глубины что иногда мне пишут там да вот в группу студенты я не могу понять и вчера еще этого не мог делать и сегодня вау просто какое-то чудо чудесное на самом деле это не чудо человек мы же все воплощались не один раз да и все это мы уже знаем и все это имеем в нас это уже заложено просто это нужно умеющие открыть и вот скорее всего я это и делаю и поэтому и учу еще на карты смотреть немножко метафорическим взглядом прочувствовать ее наверное вот так у людей и интуиция в свое время тоже просыпается когда человек не просто там пытается вспомнить ой а что же эта карта значила да какое же там значение что ж мне там ирка говорила нет а именно как я ее чувствую что на ней для меня вот это тоже наверное такой некий ну уникальный подход на личный ассоциативный ряд он не мешает не отводит допустим человека если допустим один в карте видит одно а другой другое и это проекция своих чувств например нет 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 это не все таки нема карты да не метафорически ассоциативной карты все равно есть классическое значение которое оно закреплено но так сказать когда человек именно вначале и и прочувствует а потом у него вот то что он что я говорила она у него здесь всплывает и на вот это классическое значение уже некий свой такой это не свой взгляд на вещи нет ни в коем случае да это всегда мы должны отделять есть ситуация и мой взгляд на нее это лишь мой взгляд а именно то что показывает сам расклад я читаю что карты не говорят мне показывают это я учу тоже отделять но свои вот эти чувства когда они возникают о них тоже не нужно забывать потому что они вот именно в этом таком синтезе непередаваемом и создают то что когда ты рассказываешь человеку да ладно да не может быть блин точно да 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 вот самое самое яблочко как применяли и применяют знания и навыки ваш ученики да я говорю в stories они отмечают что вот поработали вот такой отзыв я сразу себе этот скрин делаю вот посмотрите моя гордость мои там люди конечно за них очень безумно рада потому что смысл именно всего того да я иногда ну есть такая во мне штука когда могу там себя недооценить как специалиста а когда я это вижу через других людей я понимаю что вот вот это такая стрелочка да я мой студент и его уже так сказать положительный опыт применения тех знаний что я даю так раз себе в копилочку сразу плюсик галочка очень приятно это очень круто как начать обучение что для этого необходимо скажем так курс веду я и моя коллега можно написать или мне или ей и в принципе все и вся информация в топлинк она имеется и координаты и контакты все тоже там имеется и может быть какие лыжи вы уже получали от тех кто прошел что вам чаще всего пишут за что вас чаще всего благодарят вот действительно то что за то что вау я и думал что я это могу а я это делаю еще вчера это не умел месяц одна потрясающая женщина на курсе скажем так она по возрасту ну как это корректно можно выразиться скажем о самое уважительное у нас на курсе женщины я так восхищаюсь ее напор напором ее тем что я не понимаю мне нужно еще объяснить вот то есть вчера еще там семья муж дети а сегодня у меня появилось что-то свое я так этому безумно рада это ее слова я так безумно рада что у меня появилось вот то что мой интерес то что я наконец нашла через него себя какой-то в какой-то степени то есть ни в каком возрасте не поздно начать и чем бы вы не занимались не будет лишним абсолютно при том что ну у меня возраст наверное на курсе людей от 20 там ну 9 до ближе к 30 вах и напутствие кому подойдет курс вы знаете наверное скажу так что он подойдет тем кто действительно во первых интересуется данной тематикой кто хочет поглубже более скажем под другим немножко срезом посмотреть вообще на свою реальность на самого себя на происходящие моменты потому что ну как мне кажется да немножко такое обобщение будет привыкли как-то в жизнь воспринимать но под одним срезом да под одним ракурсом под одной линзой может еще быть много эпитета а когда ты смотришь и понимаешь немножко что есть что-то другое что до этого я даже и не думал а это об этом существовании и главное здесь проявить интерес но есть люди которые этим не интересуются и пройдут мимо и это тоже как бы нормально не все не все но не то чтобы не всем это дано но главное интерес вот пойти просто за своим интересом и люди которые приходят на курс действительно у них этот интерес прежде всего он привел интерес на курс а потом уже начинаешь более так мыслить блин да это круто вот я могу на этом и зарабатывать и через это и какие-то самопознание делать спасибо ирина о том где пройти обучение картам таро для себя либо в качестве дополнительного источника дохода говорили сегодня у нас в гостях была психолог астролог и таролог ирина абрамова если у вас есть вопросы к нашему гостю вы можете их задать перейдя по ссылке в описании под этим видео всего вам доброго до новых встреч а а